Всем привет! У нас намечаются идеальные выходные. Мы так давно хотели поехать на дачу, и всё никак не получалось, потому что у Макса же постоянно игры по выходным. А в эти выходные у него нет игр. Но! Была проблема в том, что Варю пригласили на день рождения девочку из группы, и, естественно, ей очень хочется. Она говорит, как это так? Все придут, а я не приду. Да ещё и заманиваю. И мы ломали-ломали голову, думали, что же нам делать? Вот, но в итоге она останется у моих родителей, они её свозят на день рождения, а мы поедем на дачу, если всё сложится. Мы приехали на дачу. Первый день весны. Сугроб примерно с меня, но машину даже не видно. Да я скажу всем привет. Ты немой? Да. Ты что, глупо немой, что ли? Да? Давай. Спинку выровни. А ножку прямо сделай. Ну молодец, всё равно, без подготовки. Будем отдавать тебе гимнастику, да? Давай. Это вас на физкультуре так учат? Нет. Нет? Сама? Молодец. А чему вас учат на физкультуре? Отжиматься? Нет. Нет. Такое всё зимнее. Прямо не ощущается, что сегодня уже второй день весны. На улице мороз. Василиса пошла с бабушкой гулять. Макс уехал. Мне что-то так холодно прям. Хотя ветра нету. Прям деревья стоят. Не колышется. Нас тут на дачу переделывают заправку. И мы заехали сейчас на другую, где нужно самим, в общем, вставлять пистолетик. А у меня такой страх перед всем новым. Я всегда отправляю Макса. А он всегда говорит, а вот если бы меня сейчас не было рядом, я говорю, как бы ты, говорит, заправилась? Я говорю, ну попросил бы кого-нибудь. Там надо что-то зажимать, какую-то пимпочку, как он мне объяснял. Девчонки, кто не боится сам заправляться на заправках, пишите. Василис, скажи всем привет. Всем привет. Куда мы пришли? В баню. Ура, первый раз. Валька наш банчик в Москве осталась. Да, раздеваю тебя, да. Скажи свои впечатления, как тебе понравилось в бане? Мне очень нравилось. Мы даже думали, что она не зайдет. Она села и сидела, наверное, минут пять вообще спокойно. Смотрите, как красненькая. Тебе понравилось? Тоже включить. Сейчас еще пойдем? Пойдем еще? Да. Сиди, 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 зай. Куда ты? Тихо, тихо. Тихо печку, не трогай. Давай, садись на скамеечку, я иду к вам. Наш человек, банщик? Дружу. Покажу. К нам снова приехала партия еды. Да. Нам в прошлый раз понравилось. Да. И в этот раз мы заказали семейный. Сейчас тут прямо на коробке было написано семейный. Семейная партия. Тут, по крайней мере, все понравится девчонкам. Здесь, значит, у нас говяжьи фрикадельки с томатными, спагетти, итальянским соусом, свинина с кускусом, овощным салатом, медово-горчичным. Варюша. Варюша. Говядина с гречкой, овощами и грибами. Ой, кстати, это вот я так как-то делала. Тоже очень вкусно получается. Я помню. Так что вот так. Эта партия нам обошлась немножко подороже. Две сто. Ну, а мы просто ехали, когда на дачу, и думали. Нам, в принципе, той партии хватило на неделю. Мы практически не ходили в магазин и не тратили деньги. То есть очень выгодно. Еще покупочек покажу вам. В пятницу не успела. Купила фамилию вот такую вот корзину под белье. Потому что у нас очень много всегда стирки. Просто безумно много. Особенно, когда у Макса игры. Ну, это каждый день я стираю по два раза. И белье просто валяется на полу. В принципе, места у нас под корзину нет. Поэтому купила вот такую вот. То есть она узенькая. И поставлю просто ее к стиральной машинке. Еще купила Варе вот такой вот купальник на лето. Мы пока не планировали никакой отдых. Потому что все зависит от нашего июльского, возможно, с Максом отъезда. По футболу, опять же. Вот. Но этот купальник я не могла не купить. Так он мне понравился. Очень крутой. И еще вот такие сядки взяла. Это, по-моему, резерт. И то, и другое. Да. Вот еще в Зен-Дене купила такие вот варюши. Не знаю, как правильно называются. Слепоны. Тут написано Love. Они прям чуть великоваты. Но я думаю, что до лета как раз ножка подрастет. И вот под тот бомбер черный будет прям супер. Под коротенькие джинсы, которые у нее до косточки черные, тоже новые. Должно быть классно. Я, представляете, вчера разбила Василисин телефон. В общем, она мне его дает периодически. И там не нажимается кнопка. Ну, то есть он уже старенький, тупит. И чтобы, в общем, выйти там, допустим, из мультфильмов, которые у нас смотрят, нужно его выключить, потом обратно включить. В общем, провернуть несколько действий. И я всегда так психанула. Прям вот так вот ему ударила об этом. Об комод. И вот результат. Экран, естественно, поплыл. Так что теперь надо будет мне менять ей экран. Вот, слава богу, она отнеслась к этому. Ну, не болезненному. Уже ложились спать. Я пообещала, что все сделаю. Вот. И я совершенно вообще забыла, что они так легко бьются. И что тут нет защитки. Так что вот так. А еще я на даче ездила в магазин. Покупала там еще одну подушку. И знаете, как нас обманывают. То есть мне доказывали, что это, как это называется, овечья шерсть. Здесь, где нарисовано, видите, барашки написано, что это овечья шерсть. Дома я его раскрыла. Сначала мне осмотрела цена. Стоило оно что-то тысячу с небольшим. Но я так и подумала, что это, в общем-то, конечно, не шерсть. Сейчас я его раскрыла. И вот здесь, знаете, торчал. Вот они, видите? Ну, естественно, вот они, видно, что это никакая не шерсть. Они блестят. В общем, Макса у мамы подожгла. Ну, конечно же, это... Что это, я не знаю. Полиэстер. Но мне очень понравилось то, что, знаете, вот эта ткань верхняя такая плотная. Она вот шуршит. Я раньше, когда еще жила с мамой, у меня было одеяло пуховое. И вот оно вот так и шуршало. Сейчас попробую вставить, будет тот же эффект, как в детстве или нет. Так оно, в принципе, хорошо сделано, все прошито. Но единственное, вот сейчас я только уже об этом задумалась, не будет ли под ним из-за этого материала прям очень жарко. Ну, хотя мне одеяло нужно для того, чтобы обниматься, в принципе, с ним. Я особо не накрываюсь. Ну, очень круто. Оно такое легкое. Супер. Вообще, я что-то затупила. Мне сейчас еще пришлет Василек. Ивановский трикотаж. Тоже заказаны два одеяла. Ну, а, кстати, да, их я заказывала на дачу. Вот еще. В общем, теперь мы не нуждаемся в постельном белье пока что. Еще хотела спросить, было ли интересно видео, вот как я готовила из партии еды. Мы заказали еще три других, но я показывала. Вот. Если интересно, то в следующем влоге покажу. О, пишите. У меня сходит тимьян, по-моему. Да. Всходит тимьян. Видите, прям пробивается. Буквально вчера было два, сегодня уже больше. Но что-то я их прям... Они такие мелкие-мелкие, что я их прям часто насеяла. Придется, наверное, рассаживать, если они все, в общем, приживутся. А что-то розмарин пока даже не думает сходить. Ой, девчонки, посмотрите, я хочу себе такую же наклейку. Тебе вкусно, да? Да. Вот, корей, вот это вот вкусно кушать. На самом деле, вот я ругаюсь, газ-газ. Это на самом деле прикольно. Она сначала такая кислая-кисла, а потом сладкая-сладкая становится, да? Да. А! Кисло? Мне ничего еще. Нет? Ну, давай скажем нашим подписчицам и подписчикам пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. И ставьте лайкули. Лайк. Лайк.